Почти по классику, ночь улицы. Так и хочется продолжить срочку из школьного курса. Фонарь есть, вот он висит на проводах. Аптека отсюда далековато, зато много полицейских и спасателей. Главная задача – быстрее освободить проезжую часть. Просто отоблинуть надо. Сейчас по центру приблизительно найдем. Ребята поддерживаем. С каждой минуты на улице Свердлова в Ярославле все темнее. Происшествие случилось вечером. Бетонная опора, электроосвещение не устояло после сильного удара. Ее снесла дорогая иномарка. Столб рухнул на прицеп припаркованного внедорожника. Хозяин в густом раке рассказывает, как покалечило его имущество. Мы только готовились записать интервью. Внимание дорожных полицейских привлек вас с десятой модели. Во дворе на проспекте Ленин легковушку блокируют. Тут же появляется спецназ наркоконтроля. Водителя просят открыть багажник. Проверить машину и водителя. Показать, можно три заявки принять. Никаких запрещенных предметов. А мы-то подумали, стали свидетелем настоящей спецоперации. Простая формальность, объясняют дорожные полицейские. Водитель заложил слишком крутой вираж. Проверить решили не только документы, но и салон. На всякий случай. За мной бежите с камерой, как преступник, который не делается. Можно подойти, сказать паспорт. Пожалуйста, возмешайте. Перед мужчиной извиняются. Тем временем на Свердлово эвакуируют иномарку. Ее владельца рядом не оказалось. В тонкостях немецкой электроники разбираются при помощи интернета. Надо исключить нейтраль. И стащить машину на платформу и все. Но это оказывается не так-то просто. Вот водитель эвакуатора так и не дождался владельца вот этого внедорожника. Просто уехал. Спасатели продолжают свою работу. Но на что мы обратили внимание? Вот на кузове машины хорошо видно, что ни одной царапины. Номеров на машине нет. Даже болтики, которые держат вот эту площадку, без следов коррозии. Скорее всего, машина только что вышла из салона. Вскоре дорогу освободили. Полицейские экипажи сосредоточились на операции «Бахус». Проводится стопроцентная остановка всего транспортных средств. Появляются признаки. Если имеются признаки, значит водителю предлагается пройти процедуру свидетельствия на месте. При отказе, значит предлагаем проехать в медицинское учреждение. Всего в ходе спецоперации было задержано 47 нетрезвых водителей. Дерди Колчин, Дерди Манов. День в событиях.